Это элемент японского боевого искусства дайтарю. В Европе его называют джиу-джитсу. Валерия выбрала этот вид борьбы случайно, но спустя несколько занятий влюбилась бесповоротно. А летом этого года получила черный пояс по дайтарю. Семинар от легенды джиу-джитсу, который прошел в Химках, девушка не могла пропустить. Это достаточно легендарное событие для российских единоборств. Это мастер очень высокого уровня, это глава международной школы. То, что сенсей приехал, этот семинар очень напоминает тот семинар, который мы посещаем в Японии. То есть это большие длинные тренировки, это очень интенсивно, это большой объем информации, большой объем техник. В свою историю этот вид борьбы берет с начала второго тысячелетия нашей эры. Многие века джиу-джитсу был закрыт для обычных граждан, тем более для иностранцев. Секреты дайтарю передавались очень узкому кругу. Такая закрытая традиция сохранялась почти до начала прошлого столетия. И лишь в конце 19 века мастера джиу-джитсу решили открыть миру этот вид боевого искусства. На самом деле произошло это достаточно давно, и сделал это учитель моего учителя, его звали Токедо Сакаку. Именно он решил сделать это боевое искусство доступным всем. Сначала его преподавали в армии, в полиции, где это действительно нужно. Но постепенно и простые люди тоже получили к нему доступ. Кондо Кацуки преподает почти 50 лет. За эти годы он был в России уже три раза. Сенсей очень гордится своими учениками, которые развивают боевое искусство в стране. Один из его воспитанников открыл в Химках три школы, где все желающие могут узнать секреты джиу-джитсу. Впервые данный вид единоборств в городском Курахимке, именно в Подрестково, был образован, организован данная секция, куда приходят и дети, и взрослые. Это случилось в 2013 году, и вот уже пять лет имеет большую популярность. В память о встрече представители администрации городского округа вручили подарки сенсею и обсудили дальнейшее сотрудничество. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко, Служба новостей. Ксения Каретникова, Матвей Шинкаренко.